Глава 23. Избранный народ. Цитата. Вы – дети Господа вашего Бога. Вы – народ святой Господу вашему Богу. Господь избрал вас из всех народов на лице земли, чтобы быть его собственным особым народом. Дворим 14.1.2 Раша комментирует эти слова так. «На самом деле ваша святость происходит от ваших отцов, но помимо этого Господь избрал вас». Конец цитаты. «Израильтяне, потомки святых патриархов, приняли святость от них. Однако, когда Бог выбрал Израиль из народов, Он дополнительно усилил эту святость самим актом избрания. Мудрецы говорят, Евамот 103. «Когда змей напал на Еву, он заразил ее скверной. Израиль, стоявший на горе Синай, потерял свою скверну, но народы, которые не стояли на горе Синай, не потеряли свою скверну». Конец цитаты. «Святость Израиля, полученная через богоизбрание, предала ему неведомую другим народам чистоту». Похожие слова говорит Орга Хаим, Дворим 26.18. «Заповеди – лишь защита против духовной мерзости и грязи». Конец цитаты. «Заповеди – это средство, с помощью которого Бог проводит непреодолимую черту между Израилем и народами». «Вы – сыны Господа вашего Бога!» Израильтяне названы сынами Бога, а другие народы – нет. Еврей – это сын Бога, своего небесного Отца, тогда, как остальные народы – не дети, но лишь создания Бога. Как сказал Раби Акива, а вот 3.18. «Расположен Всевышний к Адаму, ибо создан тот по образу Творца. Расположен Всевышний к сынам Израиля, названным сынами Всевышнего. Особо расположен он к ним». Конец цитаты. «Израильтяне – это дети того, чье слово сотворило мир. Все остальные – просто его творения. Израиль отмечен особой Божьей любовью, неведомой другим народам». «Горе искажающим Божью Тору!» Эти поборники иностранной культуры продали избранность Израиля, которая им претит и поклоняются идолу равенства. «Они жульничают, цитируя только первую часть изречения Раби Акивы, «Расположен Всевышний к Адаму, ибо создан тот по образу Творца». Конец цитаты. Примечание редактора перевода. «Игнорируя вторую часть, расположен Всевышний к сынам Израиля, названным сынами Всевышнего. Особо расположен он к ним, после того, как даровал им Тору и назвал их своими сынами, как сказано, «Сыны вы Богу Всесильному вашему. Расположен он к сынам Израиля, ибо дал им драгоценный сосуд в местилище мудрости Тору. Особо расположен он к ним, и потому дал им драгоценный сосуд, как сказано, «Ибо учение добра дал я вам, Тору мою не оставляйте». Конец примечания. Так мошенники и эллинисты хотят доказать, что все люди, включая неевреев, равны между собой. Естественно, они не цитируют вторую часть этой фразы Раби Акивы, где он переходит с ценности человека к ценности Израиля. Вторая часть фразы поясняет первую, как в отношении к животным человек более любим, поскольку создан по образу Бога. Так и в отношении к другим народам Израиль более любим, потому что с ним пребывает особая Божья любовь. Только Израиль назван сынами Бога и Адамом. Цитата. «Вы названы Адамом, а народы не названы Адамом». И Евамот 61 Алиф. Только Израиль исполняет роль Адама, и потому только он назван этим именем. Народы же, напротив, не исполняют эту роль и не называются этим именем. Поэтому мудрецы и говорят «Турат Куаним Эмор Паршета 11». Цитата. «Роша Шана назван святым праздником для Израиля, но не для народов». Конец цитаты. «Хотя мир был создан в Роша Шана и в этот же день был судим, при этом первым месяцем назначен Ниссан, поскольку это месяц освобождения Израиля. Народам не обязательно отмечать этот день, потому что они утратили звание Адама. Оно перешло к еврейскому народу». Когда на Синае Израиль готовился стать святым народом, Бог сказал Муше, Шмот 19.3.5.6 «Вот что ты должен сказать семье Якова и детям Израиля. Теперь, если вы послушаете меня и сохраните мой завет, вы станете моим особым сокровищем среди народов, хотя весь мир и мой, вы станете царством Коэнов и святым народом мне». Это слова, которые ты должен сказать детям Израиля». Раша комментирует. «Это слова не больше и не меньше». Раша здесь опирается на другой источник. «Не выпускай и не добавляй ничего». Эти комментарии могут казаться сложными. Такая точная передача слов объясняется тем, что в них дается определение Израиля, на котором покоится великое основание Торы. «Самое первое, что Бог повелел сказать Муше, это, что Израиль – святой народ. Не религия и тем более не просто национальность, но и то и другое одновременно. Нация – народ, но святой». Мудрецы говорят, Михил-то там же, «Он назвал их народом, как сказано, первая летопись 17, 21, «И кто, как твой народ Израиль, один народ на земле». Он назвал их святым, полностью освященным, отделенным от народов мира и их мерзостей». Конец цитаты. «Израиль – это святой народ, отделенный от остальных». Муше должен был сказать эти слова непосредственно перед тем, как дать Тору. Это определение Израиля и есть основание Торы. «Израиль – не религия, как считают многие евреи из-за изгнания. В Торе мы нигде не найдем слово «дат» – религия, за одним лишь исключением. Огонь закона для них». Дворим 33, 2. Здесь ясно видно, что речь идет о законе царя, а не о религиозном культе в отрыве от национальности. Еще раз это слово встречается в книге «Руфь», где оно означает «приказ царя». Мы снова видим, что оно не соответствует понятию религии, как веры или культа. Термин «религия» описывает ситуацию, когда люди разных наций исповедуют одни и те же убеждения, при этом их соотечественники могут исповедовать другую религию. Израиль категорически отвергает это представление, считая его мерзостью. Бог объявил Израиль народом, чтобы подчеркнуть, что еврей не может иметь никаких национальных, общественных или государственных отношений с неевреем. Весь Израиль представляет собой единое целое. Еврейский народ – это не обычная нация, подобная любой другой национальной группе. Это святой народ, принявший на себя ярмо неба и Божьи заповеди. С этим не согласны те, кто свергнул свое ярмо и хочет видеть еврейский народ обычной национальностью, лишенной всякой святости. Я уже объяснял, что в послеобеденной молитве содержится важный подтекст Брахот 48 бет. Раби Элиезр говорит, кто не упоминает красивую и просторную землю. Во втором благословении молитвы или царский дом Давида в третьем не исполнил требования. Нахум Хазакен говорит, он должен упомянуть завет. Раби Йоси говорит, он должен упомянуть Тору. Раби Йосеф Каро постановил, если он не упоминает и союз, и Тору в благословении земли Израиля, то даже если он опускает только одно из них, мы заставляем его вернуться. Если он не упоминает царский дом Давида в третьем благословении, мы заставляем его вернуться. Шулхан Арух Орахаим 187.3.4 В этой молитве великие мудрецы Израиля дают точное определение, что представляет собой Израиль. Это монархическая нация, освященная соглашением и Торой, живущая в своей собственной земле. Элементы этого определения связаны друг с другом. Еврейский народ, как государство, связан со Священным Заветом и Торой, и наоборот. История еврейского народа и его будущее, хорошо оно или, не дай Бог, плохо, зависит от приверженности Израиля, святости, чистоте и небесному ярму. Цитата. «Если вы послушаете Господа вашего Бога, тщательно соблюдая все его заповеди, тогда он сделает вас величайшим, Ильон, из всех народов на земле». Здесь слово «Ильон» означает не духовную высоту, поскольку она уже обретена, но победу над народами. «Он благословит вас в земле, которую Он, Господь, ваш Бог, дает вам», поскольку Бог постановил, что Израиль должен там жить. «Если вы только сохраните заповеди Господа вашего Бога и будете ходить Его путями, то есть будете следовать Его качествам, понятиям и ценностям, Он учредит вас, как свой святой народ, не просто святой, но и могущественный народ, который победит своих врагов, как Он и обещал вам. Все народы мира поймут, что имя Господа связано с вами, и они будут благоговеть перед вами». Дворим 28.1.8.10 Настоящее и будущее Израиля зависят от его способности быть святым народом, о чем мы читаем в Елкут-Шимани, Дворим в конце Ремес 938. Пока Израиль творил Божью волю, народы пребывали в благоговении перед Ним, как сказано, «Все народы мира поймут, что имя Господа связано с вами, и будут благоговеть перед вами». Конец цитаты. Цитата. «Народы услышали и содрогнулись» Шмот 15.14. Цитата. «Моавитяне смертельно испугались» Бемидбар 22.3. Цитата. «Как только мы это услышали, наши сердца расплавились» Иошуа Беннун 2.11. Однако они не творили Божью волю, но нарушили Его Слово и стали рабами народов. Они начали взывать к Богу, и Он ответил, «Вы навлекли это сами на себя». Как сказано, «Ваше собственное нечестие осквернит вас, и ваши собственные отступления осудят вас. Поэтому узнайте и увидьте, что это зло и горечь, то, что вы забыли, Господа вашего Бога». Иермияу 2.19. Раби Элезр Гагадол комментирует этот стих. «Все народы мира узнают, что имя Господа связано с вами» в Брахот 6. Алиф. «Это относится к головной тфеле». Конец цитаты. Да, когда еврей возлагает на свою голову тфелин, он объявляет о своей вере в Бога, который вывел его из Египта. Четыре пергамента тфелин символизируют исход из Египта и Божью силу, которую он простер над фараоном и его царством. Следовательно, Бог вселит в сердце народа страх, и они будут благоговеть перед вами, святым народом. Писание обозначает Израиль двумя словами «Гой народ» и «Кадош святой». Когда Израиль является одновременно и тем, и другим, он побеждает своих врагов. Вы должны сделать выбор любить Господа вашего Бога, слушать его и прилипляться к нему. Это ваш единственный способ выжить и жить долго, когда вы будете жить в земле, о которой Господь клялся вашим отцам, Авраму, Ицхаку и Яакову, обещая дать ее им. Дворим 30.20 Благодаря этому Израиль получит право наследовать землю у ее коренных народов. Он дал им земли народов, они овладели трудами народов, чтобы хранить его указы и соблюдать его законы. Хвалите Господа! Таилим 105.44.45 Еврейский народ был зачат при освобождении из Египта, где он стал народом. Родился на горе Синай, где он стал святым народом. Достиг совершенства, когда вошел в Эрцисраэль и стоял на горах Гризим и Гевал. Мы никогда не должны забывать, что совершенство требует четырех элементов нации, торы, земли и языка. Все наши проблемы от того, что мы забыли этот великий принцип и сошли с Божьего пути. В Египте Израиль освободился от рабства народам и получил свободу, физическую, национальную и духовную. Я выведу вас от страданий Египта и спасу вас от его порабощения. Шмот 6.6 Страдание означает египетское ярмо, раши там же, а их порабощение, а вода там, означает египетское идолопоклонство, как говорят мудрецы, Сифри и Экеп 41, «И служить ему всем своим сердцем» Дворим 11.13 Как служба у жертвенника называется авуда, так и изучение торы называется авуда. Другое объяснение «служить ему» означает молитву. Хотя Израиль и освободился от египетского идолопоклонства, в тот момент он еще не получил тору и не стал святым народом. Вот почему праздник Песах называется временем нашего освобождения. В этот день Израиль освободился от рабства и стал самостоятельным народом. Праздник Шавот продолжает этот процесс. Он напоминает евреям о том дне, когда они приняли тору и стали святым народом. Суккот – праздник урожая символизирует землю, в которой родилась новая нация. Вот почему мудрецы говорят Меноход 83 бет «Все общинные и индивидуальные приношения могут приходить с земли или извне ее от нового или старого зерна, кроме омера и двух хлебов Шавот, которые можно приносить только от нового зерна и из земли». Ведь все три главных праздника, включающие омер и два хлеба, подчеркивают принцип «Святой народ на святой земле». Чтобы подчеркнуть идею святого народа, Бог связал Песах, день национального освобождения, с Шавотом, днем получения Торы, посредством Сферадха Омер, подсчет омера. Этот подсчет также связан с землей Израиля, поскольку начинается со сбора омера. Рон пишет в конце Псахим «В Медраше наши мудрецы также говорят, когда Моше сказал им «Вы будете служить Богу на этой горе?» Шмот 3.12. Израиль ответил «Моше, наш господин, когда будет это служение?» Он ответил, что это будет через пятьдесят дней, и каждый из них считал сам. Тора соединяет Песах и Шавот под счетом, чтобы подчеркнуть, что еврей жаждет достичь совершенства. Он с нетерпением считает дни, оставшиеся до рождения святой нации. Мы читаем «Когда вы придете в землю, которую я даю вам, и вы соберете ее плоды, вы должны принести омер вашего первого урожая Коэну». Он помашет им движениями, предписанными для приношения помахивания Господу, так что приношение станет приемлемым. Коэн сделает это приношение помахивания в день после первого дня праздника Песах. Смотри Турат Куаним, Эмор, глава двенадцать. «Тогда вы отсчитываете семь полных недель после дня следующего за праздником Песах, когда вы принесли омер как приношение праздника, до дня после седьмой недели, когда исполнятся полные пятьдесят дней. На этот пятидесятый день вы можете принести новое зерно, как хлебное приношение Господу». Баикра, 23, 10, 11, 15. Заповедь Омера связала воедино Песах и Шавуот, а также народ и святость. Она завершила формирование Израиля как святого народа и сделала его достойным войти в Эр-Цесраэль. Мудрецы говорят, «Ваикра-раба, 28, 6, «Никогда не воспринимайте заповедь Омера легкомысленно, ибо через нее Авраам заслужил право наследовать землю». Сказано, «Тебе и твоему потомству я дам землю, в которой ты сейчас живешь, как чужестранец, всю землю Ханана», берешит, 17, 8. «И это было для того, чтобы Авраам хранил Божий завет». Там же страница 9. Исполнив заповедь Омера и став святым народом, Израиль заслужил право наследовать землю. Если бы израильтяне не согласились стать святым народом, то зачем в таком случае Бог отбирал ее у коренных жителей для Израиля? «Наши мудрецы задают вопрос, почему Тора не была дана непосредственно после выхода Израиля из Египта?» И сами отвечают на него. Коэль Траба 3.11.2 «Когда Израиль покинул Египет, они были достойны принять Тору сразу же. Тем не менее, Бог сказал, «Мои дети еще не достигли своего блеска, они пришли из рабства грязи и кирпичей, и дам я им Тору, пусть они два-три месяца насладятся манном, колодезной водой, колодец Мирьем, который чудом следовал за Израилем, и перепелами, и тогда я дам ее им». Мы здесь видим, что национального и физического освобождения еще недостаточно для обличения в святость. Для этого необходимо соблюсти заповеди, в которых выражены понятия, заповеди, основанные на вере в Бога и доверии к Нему, что составляет саму суть манна, колодца и перепелов. Ведь любая светская нация мыслит исключительно в терминах «национализма» и «прагматизма», в кавычках, от чего уповает только на размер своей территории и силу оружия. Следовательно, когда Израиль покинул рабство, необходимо было подготовить основу для принятия Торы, и такой основой могла служить только вера. Мы уже приводили слова мудрецов Макот 23, Бет 24, Алиф. 613 заповедей были даны Моше. Пришел Аввакум и свел их к одной, как сказано, «Праведный будет жить своей верой» Аввакум 2, 4. Только благодаря вере был избран Авраам, а Израиль был освобожден из Египта, как поясняет Мехилта-Бешалах-Месехта-Девайхи 6. Мы находим, что Авраам наследовал этот мир и следующий, только благодаря своей вере в Бога, как сказано, «Авраам поверил в Господа, и Господь счел это праведностью» Берешит 13, 6. Мы также находим, что Израиль был избавлен из Египта, только благодаря вере, как сказано, «Народ поверил» Шмот 4, 31. Как бы то ни было, народу не доставало сильной веры Шмот Раба 5, 14. Тогда Моше и Аарон пошли к фараону Шмот 5, 1. И куда пошли старейшины, что они не упоминаются вместе с Моше и Аароном, когда Бог до этого сказал Моше, «Ты и старейшины пойдут» Шмот 3, 18. Наши мудрецы ответили, старейшины пошли с ними, однако они предпочли скрыться и исчезли. К тому времени, когда Моше и Аарон достигли дворца, никого не осталось. Конец цитаты. Множество источников подтверждает, что в то время Израилю не доставало веры. Перед исходом Бог ожидал хотя бы минимального проявления веры с их стороны, поскольку вера и доверие – корень служения Богу. Без этих качеств, без веры в царя, избавителя и спасителя нет Торы. Таким образом, подсчет Омера не только подчеркивает узы между народом и святостью, между святым народом и святой землей, но еще и учреждает народ на основе веры. Омер собирался из нового зерна, и до его сбора зерно нельзя было ни есть, ни собирать урожай. Рамбам пишет «Илхот, Тмидин, Тмидин, Умсофин, 7, 13» «В Эрцисраэль запрещено собирать любой из пяти видов зерна до сбора Омера». Конец цитаты. «Этим мы провозглашаем, что Бог дает хлеб всякой плоти, что мы зависим от его даров, зерна, благословений, росы и дождя. Раз так, мы выражаем нашу веру и благодарность Богу в виде хлебного приношения». Эта мысль также прослеживается в законе, требующем, чтобы подозреваемая в измене женщина, сота, приносила Омер из ячменя, пищи животных. Цитата. «Все хлебные приношения должны быть из пшеницы, пищи людей, но хлебное приношение сота должно быть из ячменя, пищи животных». Раби Гамлиэль говорит, как ее поступки были животными, так же и ее приношение от пищи животных. Сота, 14 алев. Конец цитаты. Это правило не отменяется даже тем фактом, что приношение Омера и сота не совсем одно и то же. Для первого нужно масло и ладан, тогда как второе этого не требует. Более того, Омер приносится как гереш, ячменная мука высшего сорта, которую животные обычно не едят, тогда как хлебное приношение сота приносится как обычная ячменная мука для животных. Но даже при этом Бог хочет, чтобы в начале сбора урожая мы вспомнили, что человек, подобно животному, зависит от милосердия Бога. Царь Давид сказал, Таилим, 104, 27, «Все они ждут тебя, что ты дашь им пищу в свое время». Конец цитаты. Мудрецы продолжают. Ваикра-раба, 28, 3. Сказано, «Они не сказали в своем сердце, давайте бояться Господа нашего Бога, который дает ранний и поздний дождь в свое время». Ермияу, 5, 24. То есть, пусть они не говорят, раз Бог дает вам все, вы больше не нуждаетесь в нем. «Кто хранит для нас назначенные недели урожая там же?» Бог... Конец цитаты. «Бог защищает нас от злых ветров и злой росы, когда?» «Во время семи недель между Песохом и Шавотом». Конец цитаты. Иначе говоря, мы не должны думать, что раз зима закончилась, начались дожди и показались всходы, мы больше не должны молиться Богу об урожае. Всегда могут начаться злые ветра или злая роса, и урожай погибнет. Как сказал Шмуэль, «Разве сегодня не урожай пшеницы? Я воззову к Господу, чтобы Он послал гром и дождь». И весь народ очень убоялся Господа и Шмуэля. 1 Шмуэля, 12, 17, 18. «Поэтому и предусмотрено приношение помахивания в виде омера». Ваикра-раба, 28, 5. Цитата. «Как он помашет им?» Раби Хама Баруква сказал от имени Раби Йоси Барханины. «Он водит им назад и вперед, вверх и вниз. Он водит им назад и вперед для того, кто владеет всей вселенной. И он поднимает и опускает его для того, кто владеет теми, кто на небе и на земле». Конец цитаты. Раби Шимон, сын Раби Йошуа, говорит, «Он водит назад и вперед, чтобы отменить жестокие ветра, и он поднимает и опускает его, чтобы отменить жестокую росу». Конец цитаты. Основная мысль здесь в том, что хлебное приношение омера требует веры, поскольку оно само символизирует веру. Мудрецы объясняют, Миноход 104 бет, почему хлебное приношение было другим, так что Тора использует в отношении него слово «нефеш» – душа, как в стихе, «Когда душа приносит хлебное приношение Господу» в Икра 2.1. Бог сказал, «Кто обычно приносит хлебное приношение? Бедный. Я считаю, что он как бы принес собственную душу». Конец цитаты. Другими словами, если бедняк собирает последние крохи муки и все-таки приносит хлебное приношение, полагаясь на поддержку Бога, в его глазах такой бедняк проявил самопожертвование, высшую степень веры. Поскольку хлебное приношение Омера символизирует доверие к Богу, именно его сделал темой своих уроков Мардыхай, когда Аман угрожал евреям гибелью. Я уже приводил отрывок из Мигела 16 алиф. Аман нашел Мардыхая. Перед ним сидели раввины и он объяснял им законы Кмитца. Аман спросил, что они изучают, и они ответили, «Когда стоит храм, всякий, кто жертвует хлебное приношение, приносит на два пальца муки и получает искупление». Аман ответил, «Ваши два пальца муки отразят мои десять тысяч талантов серебра». Конец цитаты. Мардыхай преподавал законы Кмитца, которые тогда не исполнялись ввиду отсутствия храма. Однако он все равно решил преподать этот урок, чтобы подчеркнуть важность доверия к Богу. Этим он показал, что надеется на восстановление храма, в котором Израиль снова сможет приносить хлебные жертвы. Поскольку период подсчета, связывающий Песах и Шавуот, символизировал веру и доверие к Богу, он начинался с хлебного приношения как символа веры и заканчивался также хлебным приношением, новым хлебным приношением. Вайкра 23.16 Рамбам пишет Илхот Тмидин Умсофин 8.1 «Пятидесятый день омера Шавуот, помимо приношения мусав, приносимого в тот день, мы также приносим новое хлебное приношение из двух хлебов». Бог как бы учредил переходный период между национальным освобождением и освящением, чтобы Израиль мог возвыситься и очиститься посредством заповедей и ценностей, а именно веры в Бога и доверие к Нему. Эти ценности выражены в трех символах ман, колодец и перепела. Они напоминали израильтянам, что как индивидуальное, так и национальное выживание зависит исключительно от Бога. Теперь Бог мог завершить формирование Израиля как святого народа. Он определил, что это произойдет через семь недель или пятьдесят дней, начиная от дня освобождения. Это период от Песаха до Шавуота, а цифра семь выбрана не случайно. В ней заключен глубокий смысл. Как известно, мир был создан за семь дней, а закончиться он должен к седьмому тысячелетию. А вода Зара девять алиф. Мир существует шесть тысяч лет. Конец цитаты. Раша комментирует там же, «Миру было предначертано существовать шесть тысяч лет, как дней недели, седьмой день, суббота, и в седьмую тысячу мир отдыхает». Конец цитаты. Об этом же говорит Авими, сын Раби Аваху, Санедрин 99 алиф. Мессианская эра для Израиля семь тысяч лет. Конец цитаты. Иными словами, она длится до начала седьмого тысячелетия. Цифра семь фигурирует также и в субботних и юбилейных годах, где тоже упоминается процедура подсчета. Вы посчитаете семь субботних лет, то есть семь раз по семь лет. Вы осветите пятидесятый год. Вайкра 25 8 10 Хотя Израиль получил Тору и стал святым народом, он все еще был неполноценен, пока не прибыл в Эрец-Исраэль. Совершенство Израиля неразрывно связано с Эрец-Исраэль. Не только народ сам по себе, ни земля сама по себе не полноценны, пока не объединены в одно целое. Только войдя в землю и достигнув шхема, Израиль стал избранным драгоценным народом землей. Именно об этом говорил Моше «В день, когда вы перейдете Иордан в землю, которую Господь ваш Бог дает вам, вы должны поставить большие камни и покрыть их известью» Дворим 27 2 Он приказал возвести эти камни на горе Ивал. А на горах Ивал и Гризим Он рассказал израильтянам о благословениях и проклятиях. Цитата «Обрати внимание и слушай Израиль! Сегодня ты стал народом Господу твоему Богу!» Там же стих 9 может показаться непонятным, почему Израиль стал народом именно в тот день. Например, Йонатан переводит это место так «В этот день ты избран, чтобы стать народом». Конец цитаты «Однако формирование Израиля не было завершено, пока он не вошел в землю. Только когда Израиль вошел в Эрц Исраэль и получил благословение и проклятие, этот процесс был полностью завершен. Только там нашли свое божественное воплощение три компонента Израиля народ, Тора и земля. Впрочем, есть еще один компонент еврейский язык, святой язык. Он тоже сыграл свою роль на горах Гризим и Вал, поскольку Израиль получил следующую заповедь. Левиты ответят и скажут каждому израильтянину громким голосом. Дворим 27.14 Этот ответ прозвучал на святом языке иврите Мишна сота 32 алиф цитата Следующее выполняется на иврите приношение первых плодов халица ритуал снимания обуви благословение и проклятие священническое благословение благословение первосвященника разделы читаемые царем ритуал нераскрытого убийства речь Коэна назначенного на войну конец цитаты наши мудрецы считают что благословение и проклятие должны произноситься только на иврите исходя из неявного смысла фраз торы о благословениях и проклятиях говорится левиты ответят и скажут громким голосом о синаиском откровении Моше сказал и Бог ответил голосом шмот 19 19 мудрецы объясняют сота 33 алев как иврит использовался на синае ибо ясно что Бог обращался к евреям на иврите также иврит использовался и здесь конец цитаты при внимательном рассмотрении становится видно что все заповеди устный компонент которых должен читаться на иврите связаны с народом Израиля в целом даже халица церемония снятия обуви при которой мужчина отказывается жениться на своей бездетной овдовевшей невестке относится ко всему народу цитата Мой зять отказывается продолжить имя своего брата в Израиле Дворим 25 7 Ритуал нераскрытого убийства Дворим 21 тоже относится к народу земли Израиля поскольку коэны говорят прости твой народ Израиль не позволяй вине за невинную кровь остаться с твоим народом Израилем Дворим 21 8 Это кровь оскверняющая землю Бемидбар 35 33 Итак все что касается земли и народа Израиля заповедь требует произносить на иврите Без святого языка Израиль неполноценен Как объяснил Раби Мейр Сифри Хаазину 333 Кто живет в Эрц Исраэль произносит шма утром и вечером и говорит на святом языке тому обеспечено место в будущем мире Конец цитаты Несложно сделать вывод о том что еврейский народ создан Богом из четырех компонентов четырех краеугольных камней нация Тора земля и язык все израильтяне объединены в одно целое через веру и нацию и этим же отличаются от других народов с их ложными верованиями Чтобы утвердить это определение и защитить Израиль от других культур Бог повелел ему жить в собственной стране Только там Израиль может вести жизнь согласно Торе и говорить на святом языке связывающем всех евреев в одно целое Хотя ценности других культур мерзость и нелепость Сегодня они поразили самые широкие слои Божьего народа который вдруг заговорил о равенстве в кавычках всех людей и всех наций Эта идея не имеет никакого основания в цитаделе истины Торе Цитата «Кто потребовал это из вашей руки попирать мои суды» Ишияу 1.12 Бог отделил для себя особый драгоценный святой народ еврейский народ который должен жить отдельно от других Горе нам что мы становимся свидетелями того как огромные массы Божьего народа настолько сбились с пути и ассимилировались что сбросили венец величия и начали презирать и свою землю и свою богоизбранность горе этим людям неблагодарным и глупым но если мы скорбим о первой группе о невеждах и эллинистах то что остается говорить об ученых Торы мы так долго жили в изгнании что привыкли считать свою веру религией в кавычках сегодня концепция нации полностью забыта не говоря уже об Эрец Исраэль которая стала для нас не более чем украшением стиха или молитвы забвение превратилось в привычку а привычка стала второй натурой и вот уже многие добрые евреи среди которых немало выдающихся ученых постепенно поколение за поколением смирились с этим искажением и искренне поверили в то что это и есть истина кто может исправить ситуацию когда ученые Торы попали в плен народов еврейский народ это избранный народ Бога его дети святые духом и душой цитата вы народ посвященный Господу вашему Богу Господь ваш Бог избрал вас быть своим особым сыгла народом среди всех народов на лике земли дворин 7 6 ибн эзра комментирует сгула означает что-то восхитительное и уникальное как во фразе сокровище сгула царей коэлит 2 8 также говорится не потому что вы многочисленнее других народов Господь принял хошак вас дворин 7 7 ирамбам комментирует слово хошак означает что он привязан к вам крепкими узами так что он никогда не будет отделен от вас как во фразе серебряными крючьями хашу кихем шмот 27 11 конец цитаты другими словами как хашу кхэхэм кольца связывают столбы так и Бог привязывает к себе Израиль узами желания и любви Ибн Ибн Эзра комментирует там же Бог возжелал и выбрал вас а не других а также сегодня Господь ваш Бог заповедует вам подчиняться всем этим правилам и законам вы вы должны тщательно соблюдать их всем вашим сердцем и всей вашей душой сегодня вы объявили верность Господу сделав его своим Богом пообещав ходить его путями соблюдать его постановления заповеди и законы и подчиняться его голосу Господь также объявил верность вам сегодня сделав вас своим особым народом как он и обещал вам если вы будете хранить все его заповеди он сделает вас самым высоким из всех народов которые он создал так что у вас будет хвала известность и слава вы будете народом посвященным Господу вашему Богу как он и обещал дворим 26 16 19 конец цитаты мудрецы комментируют брахот 6 алиф Бог сказал Израилю вы сделали меня одним на земле как сказано слушай Израиль Господь наш Бог Господь 1 дворим 6 4 и я сделаю вас одними на земле как сказано и кто как твой народ Израиль единственный народ на земле первая летопись 17 21 конец цитаты Рамбан комментирует дворим 26 19 Он сделает вас самым высоким из всех народов так что у вас будет почет все народы земли будут хвалить вас за то что Бог близок к вам когда бы вы не воззвали к нему известность в кавычках там же вы станете известными среди народов за величие которым Он наделяет вас так что вы превосходите их всех и слава в кавычках там же вы с гордостью сделаете с ними все что захотите конец цитаты еврейский народ это драгоценный избранный народ как говорит сфорно дворим 26 18 чтобы Бог достиг через вас того чего Он желает достичь через человеческий род конец цитаты Израиль это Божий посол на земле призванный исполнить предназначение мира продолжить дело Адама для этого Бог осветил и возвысил Израиль сделав его самым высоким среди народов превосходящим их по духу Йонатан переводит Дворим 26 19 так и сделать вас самым высоким и гордым из всех народов которые он создал конец цитаты Бог установил с Израилем партнерские отношения чтобы вместе создать мир абсолютного добра в мире существуют две особые сущности каждая из которых не имеет себе подобных Бог и Израиль Бог даже разделил с Израилем собственное имя Иерусалимский Талмуд Таанит 2.6 цитата Бог разделил свое великое имя с Израилем Бог сказал если я оставлю Израиль как он есть они будут поглощены народами поэтому я разделю мое великое имя с ними и они прибудут конец цитаты в этих словах заключен важнейший принцип относительно кедуш ашем а также объяснение почему Израиль до сих пор не исчез из мира здесь также хорошо просматривается мысль о союзе между Богом и Израилем служащим для усовершенствования мира под владычеством Бога далее мудрецы пишут Сефри Зод Хабраха 355 нет никого как Бог Ешуруна дворим 33 26 Израиль говорит слушай Израиль Господь наш Бог Господь один дворим 6 4 и святой отвечает и кто как твой народ Израиль единственный народ на земле первая летопись 17 21 Израиль говорит как яблоня среди деревьев леса Шир Аширин 2 3 и святой отвечает как лилия среди шипов там же стих 2 Израиль говорит это мой Бог я превознесу его Шмот 15 2 и святой отвечает этот народ я образовал для себя Ешаяу 43 21 Израиль говорит ибо вы слава их силы Таилим 89 18 и святой отвечает Израиль через который я буду прославлен Ешаяу 49 3 конец цитаты союз между Богом и Израилем это беспрецедентный союз любви поскольку величайший пример союза отношения между мужчиной и женщиной царь Шломо уподобил им отношения между Богом и Израилем цитата мой возлюбленный мой и я его ширга ширин 2 16 двоих влюбленных объединяют близкие узы я его а он мой вот пример самого возвышенного союза известного человечеству в котором каждый дает другому больше чем принимает союз между мужчиной и женщиной выражен в единении тела и души точно так же и союз между Израилем и Богом ширга ширим раба там же цитата мой возлюбленный мой и я его комментарий он для меня Бог и я для него народ он для меня Бог как сказано я Господь твой Бог шмот 22 и я для него народ как сказано слушай меня о мой народ преклони ухо ко мне о мой народ Ишиягу 51 4 он для меня отец и я для него сын он для меня отец как сказано ибо ты наш отец там же 63 16 ибо я стал отцом Израилю Ирмиягу 31 8 я для него сын как сказано Израиль мой сын мой первенец шмот 4 22 вы дети Господа вашего Бога дворим 14 1 он для меня пастырь как сказано преклони ухо о пастырь Израиля ты лим 82 и я для него паства как сказано вы мои овцы овцы моего пастбища Ихэскель 34 31 он для меня страж как сказано вот тот кто охраняет Израиль не дремлет и не спит ты или им 121 4 и я для него виноградник как сказано ибо виноградник господа воинств дом Израиля Ишаяу 5 7 он ревностно мстит за меня и я мщу тем кто гневит его он ревностно мстит за меня ибо он поразил первенцев Египта как сказано я пройду через Египет шмот 12 12 и затем была полночь господь убил каждого первенца там же стих 29 я отомщу тем кто гневит его ибо я истребил богов Египта сказано я совершу дела правосудия против всех богов Египта там же стих 12 и я истребил их ради него как сказано можем ли мы принести в жертву священных животных египтян там же 8 22 раби иуда бен храби и лай сказал бог спел мне и я спел ему он прославил меня и я прославил его он позвал меня моя сестра моя любовь моя голубка моя невинная шира ширим 5 2 и я сказал ему это мой возлюбленный это мой друг там же 5 16 он сказал мне вот ты красив моя любовь да любезен там же 1 1 16 он сказал мне счастлив ты израиль кто как ты дворин 33 29 и я сказал ему кто как ты среди сил о господи шмот 15 11 он сказал мне и кто как твой народ израиль уникальный народ на земле первая летопись 17 21 и я возвещаю твою единственность дважды каждый день как сказано слушай израиль господь наш бог господь один дворим 6 4 конец цитаты похоже выразился и нечестивый белам бамидбар раба 20 21 кто может проклясть тех кто хранит его заповеди и разделяет его имя как сказано господь их бог с ними бамидбар 23 21 любой кто проклянет их проклянет и божественное присутствие ибо его имя переплетено с их именами конец цитаты мудрецы также учат что бог называется сыном израиля ширга ширим раба 5 2 1 где мы находим что бог назван сыном израиля из этого стиха бог скала моего сердца и моя часть навек ты лим 73 26 здесь речь идет о том что бог одновременно и возлюбленный израиля и источник его существования поскольку сердце символизирует жизнь человека на основании этих двух аспектов наши мудрецы определили израиль таким образом хулин 91 бет любим израиль богом более чем ангелы служители ибо израиль поет божью хвалу постоянно тогда как ангелы служители поют божью хвалу лишь раз в день конец цитаты бог сделал человека единственным существом во вселенной способным выбирать между добром и злом в отличие от ангелов служителей неспособных к греху человек может ценить добро и божьи заповеди следовательно само существование человека творящего божью волю уже является хвалой богу тогда как ангелы делают это лишь раз в день да и то потому что это их работа смотри источник в хулин поэтому израиль и любим богом ведь жизни израильтян это одна большая песнь хвалы хулин можно понимать и в том ключе что бог жизнь израиля поскольку израиль был создан чтобы увенчать бога царем следовательно его жизнь зависит от божьей хвалы небо и земля тоже зависит от того венчает ли израиль бога царем если он этого не делает то в существовании неба и земли нет никакого смысла во икра раба 36 4 мы читаем бог сказал своей вселенной моя вселенная я скажу тебе кто создал тебя и кто образовал тебя яков создал тебя и яков образовал тебя как сказано яков твой создатель израиль образовал тебя яшаяху 43 1 конец цитаты эта интерпретация может показаться странной ведь буквальное прочтение стиха гласит вот так говорит господь который создал тебя о яков и тот кто образовал тебя о израиль там же однако поскольку вселенная создана и существует только ради израиля можно сказать что израиль ее создал пророк мог бы сказать и так вот яков так говорит господь который создал тебя однако мысль сформулирована иначе чтобы допустить обе интерпретации и что бог создал якова и что яков был создан только для того чтобы придать смысл небу и земле поскольку без якова существование мира не имеет смысла в каком-то смысле яков создал мир такая интерпретация имеет основание поскольку сразу же после этого в медраше говорится небо и земля были созданы только ради якова раби берахия сказал небо и земля были созданы только благодаря Израилю как сказано через решит начало бог создал берешит 1 1 решит может означать только Израиль как сказано Израиль это святой удел господа его первый решит плод Ирмиягу 2 3 конец цитаты Израиль это решит бога первый и главный из народов превосходящий их по значимости Израиль также божий первенец ты скажешь фараону так говорит господь Израиль мой сын мой первенец шмот 4 22 слово первенец бехор близко к словам невхар и бехор указывающим на выбор поскольку первенец это тот кого выбирает бог тогда первородство бехора по праву принадлежит ему дворим 21 17 то есть выбор первенец обладает особой святостью в сравнении с другими детьми в конце концов святой еврей не будет вступать в интимные отношения только ради прелюбодеяния но подождет пока не женится на еврейской девушке с праведными намерениями тогда он вступит в интимные отношения первый раз из желания завести ребенка следовательно первенец появился из первого семени а мужчина победил свои страсти поскольку вступил в брак с целью плодиться и размножаться а не получать удовольствие себе на погибель следовательно о первенце говорится он первый плод зрелости своего отца оно дворим 21 17 а ревене ты мой первенец моя сила и начало моей зрелости берешит 49 3 слово он означает силу по величию его силы он ним и потому что он силен в могуществе ешаяу 40 26 когда мужчина изливает семя с женщиной он укрепляется в силе и от этой силы рождается ребенок следовательно первенец рождается в святости первой силы своего отца и потому он наделен особой святостью и избранностью впрочем нельзя забывать что и это он сила мужчины ограничена и мимолетна поэтому в торе используется термин он означающий скорбь по умершему я не ел вторую десятину пока был в скорби беони дворим 26 14 из этого стиха видно что и сила и вся жизнь человека имеет предел так что использовать ее нужно для святости и ярма неба человек должен понять что недопустимо превращать авен силу в авен зло цитата избранным бахур например об Ишмаэле мы читаем Сара увидела что сын египтянки Агари играет берешит 21 9 раби Шимон бар Юхай комментирует берешит раба 53 11 когда родился Ицхак все были счастливы Ишмаэль сказал им глупцы я первенец и я возьму двойную часть в этом случае первенец от рождения потерял свое первородство которое перешло к Ицхаку избранному богом вот что мы читаем о первенце Эсаве берешит раба 63 8 они назвали его Эсав берешит 25 25 послушай пустой человек Гейшав которого я создал в моей вселенной бог заменяет слово Эсав буквой Гей которая как и Аин гортанная раби Ицхак сказал ты дал своему сыну Эсаву имя и я тоже дам моему первенцу имя вот что говорит Господь Израиль мой сын мой первенец Шмот 4 22 конец цитаты бог сказал ты назвал свою свинью свиньей называли Эсава как объяснили наши мудрецы берешит раба 65 1 Эсаву было 40 лет берешит 26 14 это согласуется со словами кабан из леса подрывает ее Таилим 80 14 другими словами Эсав свинья но он грешник поэтому хотя он и был рожден первым и Ицхак намеревался благословить его как первенца бог сделал своим избранным первенцем только младшего я окова об этом говорится в стихе он давит воззовет ко мне ты мой отец мой бог искала моего спасения я назначу его первенцем высшим из царей земли Таилим 89 27 28 другими словами я сделаю его моим избранным как будто он первенец поскольку он превосходит других сыновей возможно слово бехера избрание подразумевающее исследование и размышления родственно корню бакар со значением исследовать прояснять выбирать пример стих воикра 27 33 не должно быть различий ле и вакар между лучшим и худшим первые плоды которые приносятся в храме тоже должны быть только высшего качества в мишне говорится бекурием 1 3 в качестве первых плодов мы приносим только 7 видов а не финики гор плоды долин или оливки используемые для масла ибо они не высшего качества конец цитаты другими словами хотя все это и первые плоды Бог их не принимает потому что они не высшего качества Израиль Божий избранный народ его драгоценность его дети величественные обладающие царским достоинством как сказал раби Шимон шаббат 128 алиф весь Израиль дети царей раби Аши говорит в Завахим 19 алиф хуна барна там сказал мне я я однажды стоял перед царем из гадаром и мой пояс был слишком высок и он опустил его сказав Тора называет вас царством коэнов и святым народом Шмот 19 6 конец цитаты Действительно Израиль отделен от всех народов и возвышен над ними Танхума Бамидбар 10 цитата Бог создал 70 народов и он не получает удовольствия ни от одного кроме Израиля он не любит никого кроме Израиля конец цитаты если какой-то нееврей хочет обратиться и войти под крылья божественного присутствия Галаха говорит Шулханарух Йоредеа 268 2 Мы говорим ему знай что будущий мир сокрыт ради праведных а они Израиль Бог не подвергает Израиль чрезмерным страданиям чтобы они не погибли это идолопоклонники погибают а Израиль прибывает конец цитаты Михил Тамишпатим конец Пороша 10 цитата «Любим Израиль ибо Бог отдал народы как искупление за жизнь Израиля как сказано «Я отдал Египет как ваш выкуп Эфиопию Исаву для вас» Ишаяу 43 3 Почему «Поскольку вы драгоценны в моих глазах и почетны и я полюбил вас поэтому я отдам людей за вас и народы за вашу жизнь» Там же стих 4 Конец цитаты Как же мы должны радоваться и непрестанно благодарить Бога за то что мы родились в избранном народе Наши мудрецы постановили что каждый день перед утренней молитвой мы должны говорить счастливы мы как хороша наша судьба как приятен наш жребий как прекрасно наше наследие во дворин 33 29 говорится «Счастлив ты Израиль кто подобен тебе ты народ избавленный Господом щитом который помогает тебе твоим триумфальным мечом твои враги будут раболепствовать перед тобой и ты сокрушишь их высокие жертвенники у себя под ногами конец цитаты как же позорно что еврей начинает стыдиться своей роли своего возвышенного духа начинает бояться других народов пытаясь преуменьшить значимость и избранность Израиля посмотрите что с нами произошло нас заразило изгнание и рабство иностранная культура завладела нами и сокрушила наш дух может ли уважающий себя народ по собственной воле отказываться от чести быть избранным драгоценным уникальным именно об этом однажды сказал царь Давид тебе доверились наши отцы они доверились и ты избавил их к тебе они взывали и спаслись на тебя уповали и не постыдились ты лим 22 5 6 доверие к богу не может соседствовать со стыдом что с нами произошло что для нас вера и упование стали чем-то нелогичным в кавычках о чем еврею стыдно говорить открыто само понятие избранности стало предметом насмешки ерничанья иностранная культура сделала это понятие отрицательным расистским многие добрые евреи настолько стыдятся своей избранности что Израиль почти растворился в народах друг мой отбросьте всякую мысль стыдиться собственного возвышенного статуса радуйтесь своему великому наследию Тора призывает еврея громко и радостно благословлять того кто избрал нас от всех народов и дал нам свою Тору в Бава Митсия 85 Бет говорится что второй храм был разрушен по той причине что Израиль не произносил благословения над Торой перед изучением Торы один великий раби объяснил что евреи не произносили фразу который избрал нас от всех народов именно она содержалась в этом благословении вот как важно помнить об избранности Израиля в празднике евреи тоже поднимают глаза к небу и благословляют Бога следующими словами Ты избрал нас от всех народов Ты полюбил нас и благоволил нам Ты возвысил нас над всеми языками и осветил нас своими заповедями Ты наш Царь приблизил нас к своему служению и назвал нас своим великим и святым именем Конец цитаты Еврей ежедневно обязан громко провозглашать Благословен Ты Кто не сделал меня не евреем Другими словами мы благодарим Бога за то что Он создал нас именно евреями избранными драгоценными святыми душой чистыми духом возлюбленными возвышенными детьми Бога Мой отец и учитель однажды заметил что большой процент евреев если не большинство считают себя евреями только по той причине что не евреи их ненавидят и не дают им ассимилироваться и исчезнуть чтобы этого не произошло религиозный еврей должен произносить благословение Шелё Асани Гои что можно перевести и как не еврей не сделал меня евреем я как бы говорю нет я сам решил быть частью еврейского народа благодаря Божьей Торе вот что наши мудрецы говорят о величии святости превосходстве и возлюбленности Израиля хотя Бог является Богом всех живых существ Он связал своё имя только с Израилем Шмот Раба 29.4 Бог сказал Израилю Я Бог всех созданий на земле но Я не связал своё имя ни с кем кроме вас Я назван не Богом народов но Богом Израиля Конец цитаты Наши мудрецы говорят Танхума Бамидбар 8 Господь сказал Моше в пустыне Синай Бамидбар 1.1 Что он сказал ему Комментарий Посчитай все собрание Израиля Там же стих 2 Бог сказал Израилю Я не любил ни один народ больше чем я люблю вас поэтому я высоко поднял ваши головы как моя голова высоко поднята над всеми созданиями земли Твое о Господи величие сила слава победа и великолепие ибо все что на небе и на земле Твое Твое царство о Господи и Твоя глава превознесена над всем 1.1 летопись 29.11 поэтому я высоко поднял вашу голову как сказано посчитай буквально подними свою голову это исполнение слов и он поднял честь своего народа славу своих верных последователей детей Израиля людей близких ему хвалите Господа Таилим 148 14 также сказано Господь ваш Бог сделает вас самым высоким из всех народов земли Дворим 28.1 В Танхума Теса 8 сказано Когда будешь делать перепись детей Израиля Шмот 30.12 Раби Иуда сказал от имени раби Шмуэля Барнахмана Был Царь Царь У которого было много шелковых нарядов И он повелел одному человеку Посмотри на этот шелковый наряд Который я люблю больше всех шелковых нарядов мира Я был в нем в тот день когда принял престол и он прилегает к моим чреслам и делает меня привлекательнее Так же Посмотри на Израиль Который прилегает к моим чреслам Как сказано Как пояс прилегает к чреслам человека Так же и я сделал так Что весь дом Израиля стал прилегать мне Ирмиягу 13 11 Они увенчали меня царем вселенной и сказали Господь будет править вовек навсегда Шмот 15 18 И из моей великой любви к ним я спустился с неба на землю и поселился среди занавесок из кожи козлов Конец цитаты Муше сказал Мой господин из семидесяти народов ты не заповедуешь мне не об одном но об Израиле когда будешь делать перепись детей Израиля Шмот 30 12 скажи следующее детям Израиля Ваикра 22 обратись к детям Израиля Шмот 30 31 прикажи детям Израиля Ваикра 24 2 скажи детям Израиля Шмот 14 2 ты должен приказать детям Израиля там же 27 20 все что ты приказываешь мне относится к Израилю Бог ответил это потому что я лелею их больше чем все народы они моя драгоценность это их я желаю и их выбрал как сказано Бог выбрал вас быть его собственным особым народом дворим 14 2 посмотрите как сильно он лелеет их ибо они упоминаются семь раз в одном стихе я дал левитов как подарок от детей Израиля Аарону и его потомкам следовательно они будут осуществлять служение для детей Израиля в шатре собрания и искупления для детей Израиля дети израиля уже не будут подвергаться Божьему гневу когда дети Израиля достигнут святилища Бемидбар 8 19 Раби Шимон Бар-Йохай сказал это как царь который оставил своего сына под присмотром служителя и постоянно спрашивает служителя ел ли мой сын пил ли он ходил ли он в школу вернулся ли он точно так же и Бог желает постоянно упоминать Израиль конец цитаты Раби Иуда Бар-Шимон сказал это как человек который делает корону один человек проходил мимо увидел это и сказал укрась корону как можно большим числом драгоценных камней и жемчужин ибо ей надлежит находиться на голове царя так же и Бог сказал Муше восхваляй и возвышай Израиль передо мной насколько можешь ибо через них я буду прославлен как сказано он сказал мне ты мой раб Израиль в котором я буду прославлен Ешиягу 49 3 конец цитаты так же говорится и в Сифри в Изод Габраха 344 хотя Бог любит народы дворим 33 3 это учит тому что Бог полюбил Израиль больше чем любой другой народ или царство конец цитаты вот вот что говорится там на ДВ Ильягу раба 14 меня спросили Ребе есть две вещи на земле которые я люблю всем моим сердцем это Тора и Израиль но я не знаю какая из них должна быть первой я ответил сын люди обычно говорят что Тора идет первой но я говорю что Израиль первый как сказано Израиль святая часть Господа его первые плоды Ирмияу 2 3 в Песик Тарбати 10 сказано Бог сказал Муше Муше возвысь этот народ насколько можешь ибо это то же что возвышать меня Танхума Бемидбар 17 цитата Бог создал 70 народов и выбрал один из них как сказано Господь избрал вас быть его особым народом Дворим 14 2 А почему Он избрал их потому что Он любил их как сказано Буду любить их из милости Оше 14 5 И это потому что Господь любит вас Дворим 7 8 В Танхума Бемидбар 13 сказано Он защищал их как зеницу своего глаза Дворим 32 10 Счастливы уши которые слышали как сильно он их любит как он следил за ними как он защищал их Я бы сказал что это как зеница его глаза Конец цитаты В Танхума Бемидбар 10 сказано Бог полюбил Израиль великой любовью ибо Он сделал их флагами как ангелов служителей чтобы потомки Раувена и Шимона были различимы Мы знаем что это представляет собой любовь ибо сказано Он привел меня в дом вина и его флаг надо мной означает любовь Широ Ширим 2 4 Раби Аваху сказал что мы узнаем из слов и его флаг надо мной означает любовь И Он привел меня в дом вина Это как богатый человек у которого был склад полный вина Он вошел в него для проверки и увидел что он полон уксуса перед уходом он нашел одну бочку хорошего вина и сказал эта бочка для меня дороже чем весь склад так же и бог создал семьдесят народов и из всех их только Израиль доставил ему удовольствие как сказано он привел меня в дом вина вино по-еврейски яин две буквы ют имеют цифровое значение двадцать а нун имеет значение пятьдесят итого семьдесят это семьдесят народов из всех них бог полюбил только Израиль как сказано его флаг надо мной означает любовь конец цитаты вот как рамбан комментирует стих дворим семь семь не потому что вы многочисленнее всех других народов господь принял хашак вас и избрал бахар вас вы среди самых малочисленных народов комментарий слово хашак означает что он привязан к вам неразрывными узами как в словах серебряными крючьями хашукехем шмот двадцать семь десять более того бог избрал бахар вас из всех народов чтобы вы были его особым народом и наследием бахира всегда подчеркивает выбор среди всех прочих бог также объяснил причину потому что господь любит вас дворим семь восемь он избрал вас он увидел что вы более достойны его любви чем все народы израиль более достойн как сказали наши мудрецы битца двадцать пять бет есть три смелых один израиль среди народов конец цитаты это потому что они выдерживают испытания говоря либо оставь меня евреем либо распни меня шмот раба 42 9 конец цитаты итак еврейский народ избран и любим богом в духовном отношении он превосходит все прочие народы между израилем и богом заключен завет крови по условиям которого израиль прибудет вечно и бог никогда не променяет его ни на какой другой народ и уж тем более не будет упразднять тору раби шимон бар юхай пишет коэлит раба 1 4 1 сказано как дни дерева будут дни моего народа и шаяу 65 22 и дерево в кавычках может означать только тору как сказано древо жизни она для всех кто держится за нее мишли 3 18 но кто создан для кого тора создана для израиля или израиль создан для торы разве не тора создана для израиля скорее тора которая была создана для израиля будет существовать вовек навсегда насколько насколько же больше израиль который был создан ради себя самого также прибудет вовек да сокрушаться кости еретиков и отступников которые считают что тора отменена а ее место занял новый завет пророк малахия сказал 3 22 24 помните законы маше моего служителя который я заповедал ему на хореве для всего израиля указы и постановления вот я пошлю вам илиягу пророка перед пришествием великого и ужасного дня господа и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам чтобы я не пришел и не поразил землю полным уничтожением конец цитаты если мы вспомним тору моше и вернемся к ней то мы будем спасены в тот великий и страшный день ибн эзра объясняет помните тору моше моего служителя и сохраняйте ее ибо она научит вас пути божьего страха и когда придет назначенный день вы будете пощажены конец цитаты что касается стиха из Ирмиягу 31 30 вот придут дни говорит господь когда я заключу новый завет союз с домом Израиля и домом Иуды то ясно что этот стих следует понимать не так как его понимают отступники и глупые язычники речь здесь идет не о новой торе а лишь о новом соглашении не тора будет заменена новой упаси бог но союз горы Синай который Израиль нарушен будет заменен новым вечным союзом который уже никогда не будет заменен здесь говорится о двух вещах о торе и завете тора это божий закон завет лишь обещание исполнять тору тора как божий закон пребывает вечно да и может ли быть иначе неужели как думают глупцы бог сначала дал тору а потом пошел и отменил ее но договор который оказался слабым нуждается в укреплении и он как раз таки может быть заменен на новый лучший который уже не будет нарушаться здесь прослеживается параллель с другими словами Ирмиягу я дам им новое сердце и один путь на котором они будут бояться меня всегда Ирмиягу 32 39 Ихескеля я дам им одно сердце и вложу новый дух в них я удалю каменное сердце из их плоти и дам им сердце из плоти чтобы они могли ходить моими указами хранить мои постановления и исполнять их Ихескель 11 19 20 отсюда ясно видно что эти изменения затронут сердце люди научатся соблюдать те законы которые были даны им раньше очевидно что все это должно произойти в конце дней а не так как в ложной книге отступников эта книга была написана века назад но мир по-прежнему пребывает в грехе и нечестии смотри комментарии Радака на Ирмиягу 31 30 в другом месте мудрецы говорят Миноход 53 почему Израиль сравнивается с оливковым деревом чтобы научить нас что как оливковые листья не падают с дерева зимой или летом так же и Израиль никогда не прекратит существование ни в этом мире ни в следующем в Дерех Эр Цзута Перк Ашалом читаем одно поколение проходит другое поколение приходит а земля пребывает вечно Коэлит 1.4 Комментарий Царство приходит и уходит но Израиль пребывает вечно Бог никогда не отказывался от них и никогда не откажется и он никогда не уничтожал и никогда не уничтожит как сказано ибо я Господь не изменился и вы о сыны Якова не истреблены Малахия 3.6 Как я не изменился и не изменюсь в будущем так же и вы дом Якова не истреблены и не будете истреблены в будущем напротив только вы те кто остался с Господом вашим Богом все живы сегодня Дворим 4.4 В Сота 9 Алиф говорится Ибо Я Господь не изменился и вы о сыны Якова не истреблены Комментарий Я Господь не изменился Я не поразил народ и не изменил его И вы о сыны Якова не истреблены как сказано Я истреблю Мои стрелы на них Дворим 32 23 Мои стрелы будут истреблены но они нет В Еремия 31 34 35 сказано Так говорит Господь Кто дает солнце для света днем и уставы луне и звездам для света ночью Кто колеблет море так что ревут волны Господь воинств его имя Если эти уставы отойдут от меня говорит Господь тогда семя Израиля также перестанет быть народом передо мной навсегда Конец цитаты Этот вечный завет записан кровью еврея Берешит 17 7 10 Я поддержу свой завет между мной и вами и вашими потомками после вас по их поколениям Вечный завет Я буду Богом вам и вашему потомству после вас Это мой завет между мной и вами и вашим потомством который вы должны хранить Вы должны обрезывать каждого мужчину Конец цитаты Каждый еврейский мужчина носит на своем теле завет крови как и еврейский народ в целом Цитата Он взял книгу завета и прочитал ее вслух народу Они ответили Мы сделаем и выполним все что Господь повелел Тогда Моше взял остаток крови и окропил ею народ Он сказал Это кровь завета который Господь заключает с вами во всех этих словах Шмот 24 7 8 Мудрецы комментируют Вайкра Раба 6 5 Моше спросил Бога Что сделать с твоей частью Моше разделил кровь на две части Бог ответил Акропи ею народ Тогда Моше спросил Что сделать с их частью И Бог ответил Акропи ею заднюю часть жертвенника Так другой половиной Он окропил жертвенник Шмот 24 6 Бог поклялся им и они поклялись ему Он поклялся им как сказано Я поклялся вам и вошел в завет с вами говорит Господь Бог И Хескель 16 8 И они поклонились Богу как сказано Так вы входите в завет Господа вашего Бога и принимаете страшную клятву Дворим 22 29 11 Израиль прибудет вовек Почему? Что у них есть такого чего нет у других народов? Цвет кожи? Особая мудрость? Наши мудрецы ясно говорят Эхо раба 2 13 Если человек говорит у народов есть мудрость верь ему Конец цитаты Разница между Израилем и народами только в одном У еврея есть только одна логическая рациональная причина гордиться своим происхождением Тора Мудрецы пишут Торат Куанин Бехукатай 8 11 Что остается им что не стало мерзким и отвратительным Разве все прекрасные дары которые они получили не отняты у них Если бы не Тора что осталось им они бы ничем не отличались от народов Конец цитаты Вот секрет исключительности и уникальности Израиля Только святая Тора возвышает Израиль и отделяет его от других народов Все прочее весь национализм и национальная гордость не более чем бессмысленный фарс Поскольку Бог сделал Израиль своим святым народом хранящим Тору Он получил особый статус Он стал как бы партнером самого Творца Мудрецы говорят Танхума Кедушим 5 Бог сказал Израилю Я не как смертный человек У смертного человека людям не относящимся к царской семье запрещено иметь одно имя с царем Доказательством служит то что когда человек хочет причинить неприятности своему товарищу он может назвать его именем императора и этого человека лишат жизни Однако Израиль назван именем Бога Всеми красивыми именами что есть у Бога он назвал Израиль Он назвал себя Элоким и Израиль Элоким как сказано Я сказал что вы Элоким богоподобные создания Таилим 82 6 Бог назван Хахам мудрый как сказано Он мудр сердцем и могущественен силой Иов 9 4 И Он назвал Израиль Хахам как в стихе Этот великий народ воистину мудрый и понимающий народ Дворим 4 6 Он назван Доди мой возлюбленный как сказано мой возлюбленный бел и румян Широ Ширим 5 10 И Он назвал Израиль своим возлюбленным как сказано Ешьте о друзья пейте 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 вдоволь о возлюбленные там же стих 1 Бог назван Бахур избранный как сказано избранный как кедр там же стих 15 и Он назвал Израиль избранным как сказано Господь ваш Бог избрал вас Дворим 7 6 Он назван Хасид праведный как сказано Я свят говорит Господь Ирмиягу 3 12 И Он назвал Израиль праведным как сказано Собери моих праведных мне Таилим 55 Он назван святым как сказано Свят 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 Господь воинств Ишаяху 6 3 И Ибо Господь наш Бог свят Таилим 99 И Он назвал Израиль святым как сказано Вы должны быть святы Вайкра 19 2 Конец цитаты Из всего что мы рассмотрели становится ясно что концепция избранного народа не имеет ничего общего с разглагольствованиями эллинистов что якобы наша специфика исполнения заповедей и ничего больше Израиль это избранный народ стоящий на более высоком духовном уровне с чистой возвышенной душой это Адам святой народ отделенный для особой миссии Бог избрал Израиль и Израиль заслужил особую любовь Бога неведомой другим народом это драгоценный народ связанный с Богом как никакой другой в то время как другие народы отвергали ярмо небо и исчезали еврейский народ продолжал нести свой возвышенный дух элли эллинисты и ассимилианты настолько боятся народов что отвергают избранность Израиля иностранная культура проникла в них так глубоко что для них стала отвратительной сама идея о том что какой-то народ может быть духовно выше других они стали заложниками бессмысленного понятия равенства которое стремится привести под один знаменатель добро и зло мудрость и глупость гений и невежество подобная глупость губительна для мира и вот что о ней говорится не приноси в свой дом никакого омерзительного идола поскольку ты можешь стать проклят как он избегай его полностью считай его совершенно омерзительным это запрещено дворим 7 26 пусть ничто объявленное запрещенным не остается в твоих руках там же 13 18 бог возвел между израилем и народами высокую стену отделяющую святое от богохульного святость и обособленность два божьих дара данные нам в неразрывной связи друг с другом и нарушать эту связь мы не вправе т дарь Продолжение следует...